Команда ЦСКА. Я с ним, к сожалению, очень мало проработал. Всего два с половиной сезона. В душу он мне оставил самое приятное вспоминание. Хотя были некоторые разногласия, но они между тренером и игроком всегда возникают. Но как здесь показывало, впоследствии оказывается прав тренер. Вы когда стали работать тренером, много взяли у него? Я просто вырос на другом примере. Я вырос на примере Тарасова и Чернышова. Вот эти два года, и потом через два года, когда я стал уже тренером, и Виктор Васильевич меня пригласил своим помощником в ЦСКА, и я понял, что нужно работать как он. Не будешь работать, то ничего не растет. Я старался не походить на него. Я оставался самим собой, но ту требу, ту сумоотдачу на своей работе, я делал то же самое. Можете вспомнить какой-нибудь яркий разговор с Виктором Васильевичем в последнее время? В последнее время у нас был разговор о команде ЦСКА. Это понятно, но, допустим, мы говорили и были убеждены, что в команде ЦСКА должен быть не импортный тренер, или легионер, извините, а россиянин. Потому что эта команда прославляла, всегда был тренер, тренер русской человека. Поэтому мы об этом беспокоились, беспокоились, шли разговоры о том, как комплектуется команда. Хотя мы не влияем на это, но все равно душа переживает за команду, потому что мне отдали свои лучшие годы к хоккейному клубу, и нам не безразлично, кто играет в них. Нормально, клеверческий разговор, на который ничего не влияло, но переживания были, и они и будут. Эти переживания, знаете, чем взрослее стараются, тем больше переживаешь. Да, ладно. Поэтому вот о чем мы разговаривали. О таком ярких моментов было много, и, к сожалению, у меня и были такие моменты, где горечь. Это 80-й год, Олимпийские игры. Ну, сейчас не об этом надо говорить, а надо говорить о Виктору Васильевичу, куда он вел сборную команду и центральный спортивный клуб, а вел он только победу. Были сложности, был распад Советского Союза, на спорт тоже повлияло. Он сумел сохранить прославленную хоккейную команду в системе Министерства обороны, потом самостоятельно. А этого очень много отнимает сил и здоровья. Сильный здоровый. То есть, Петрович Тихонов был очень требовательным, жестким, таким довольно тренером. Какой он был в жизни? Нормальный человек, можно с ним было побеседовать. Ну, понимаете, это как у... Я воспринимаю жесткость, понимаете, супертребовательность, понимаете. Потому что, вот я все время, когда вы задаете такие вопросы, а вы часто задаете, то я и отвечаю, назовите мне тренера, демократа, что это, чего это выиграл. И вы сами придете к ответу, что нет такого. Что бы он ни говорил, если он с вас не будет требовать, вы, значит, потеряете бдительность и будете работать не так, как вы сегодня работаете. Ну, тот же Быков был демократ, или когда чемпионат мира выиграл, или все-таки он тоже требовательный человек? Я думаю, что Вяслав Аркадьевский требовательный тренер. Есть демократия, а есть анархия, понимаете. Это тоже нельзя путать. Я говорю, что на одной демократии ни Иванов, ни Сидоров никто ничего не выиграет. Это ложное понятие для меня, потому что я и был и игроком, и тренером, так же, как и Вячеслав Аркадьевич. Дай Бог, дай Бог, чтобы все у всех получалось. Спасибо.